Всем здравствуйте, это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я немножко поясню. Меня зовут Галина, я живу в Турции, я перевожу на русский язык новости из официальных турецких источников. Это не профессиональный блог журналистов, это мой личный блог, так что без какой-либо претензии на профессионализм. Давайте приступим. Сегодня будет очень много новостей внутренней политики в стране, потому что на внешне у нас происходило не очень много каких-то движений. Из внешней политики за прошедшую неделю была встреча Орбана и Эрдуана, он у нас летал навстречу, были подписаны 17 договоренностей по поводу сотрудничества, бизнеса, коммуникации, в общем, хорошие договоренности в плане дружбы. Ну, каких-то геополитических больших масштабных моментов там замечено не было, обычная стандартная рабочая поездка. Если мы берем взаимодействие Турции и других каких-то стран, внешнюю политику, то 26 декабря будет уже в парламенте рассматриваться вот эта заявка одобрения вступления в НАТО, вот это снятие вето свое турецкое с Швеции. Скорее всего, решение 26 декабря принято окончательно и не будет, но какие-то сподвижки идут. На фоне этого, перед 26 декабря, опять же, президент повторял свою риторику, которая была заявлена гораздо раньше о том, что Турцию заставляют ждать в очереди в Евросоюз. В общем, он намекает и подталкивает о том, что чем быстрее у нас какие-то сподвижки в Евросоюз будут, тем быстрее, собственно, и мы допущение Швеции в НАТО допустим. В общем, тут такие торги. Но я не думаю, что вообще кто-то может полагать о том, что Турция может оказаться в Евросоюзе или как минимум в какое-то ближайшее время, потому что не соответствует этим критериям страна и политически, экономически и так далее. Но это приятные слова, услада для оппозиционной части населения в стране, для остальных 50%. Но, честно скажу, что граждане уже так на это, скажем так, не ведутся, не верят, потому что кто оппозиционно настроен, хочет жить в Евросоюзе, они уезжают из страны и живут. Как бы вот этого ожидания, то, что веры в то, что Турция может быть в Евросоюзе, я не замечаю среди просто людей в разговорах, здесь в сплетнях каких-то, когда еще вот лет 10 назад эти мысли были. Ну, как мы видим, развивается сейчас геополитика какие-то отношения, взаимодействие с другими странами, ну, как бы веры в это особо ни у кого нет. Турция сегодня ввела без виз для большого ряда стран, это США, какие бы ни были у нас плохие отношения, Канада, Эмираты, Оман, Саудовская Аравия. То есть гражданам с обычными паспортами из этих стран теперь не нужно будет брать визу на 90 вот этих дней, то есть они без виза выезжают в страну без проблем, без виз сняли. И новости последних часов прошлой ночи, что обсуждалось здесь в прямых эфирах на телеканалах федеральных. Это на севере Ирака была, как бы, атака, стычка, и погибло 6 солдат с турецкой стороны. Овострение конфликта вот на данный момент это никакого более глобальному развитию не произвело, была ликвидация террористов. И сначала сказали о том, что три парня, аскеры, это я уже по-турецки думаю, три военных погибли, четверо раненых. Но в итоге, спустя 10 часов информация такая, что 6 человек погибли, есть раненые. А теперь к внутренней политике в стране. Да, Центробанк у нас опять повысил ставку по кредитам за 45%, но при этом можно, может быть, как бы позитивно отметить, что отдельно отметили, до выпустили новость после этого поднятия, фиксации новой, что процент кредитный по кредитным карточкам подниматься не будет, остается таким же, как и был. Но это все для буяния, назовем так, инфляции. На данный момент у нас подходит Новый год, осталась одна неделя до Нового года, но курс у нас доллара 29,14 последний был. Если бы у нас не подняли эту процентную ставку на днях, он бы еще вырос, потому что курс все равно просто замирает на несколько дней. Ну, по долечке, по центам он поднимается, поднимается, поднимается. Что бы ни, скажем так, это все сдерживание идет, инфляция. Но вообще, на самом деле, экономические прогнозы даже международных агентств независимых, они очень позитивные, потому что в 2024 году реально говорят о том, что будет стагнация, она замерзнет, инфляция будет в районе 50 плюс-минус процентов. Государство обещает 45, независимое агентство 50-55 до 60 примерно, но не 100-120 процентов, что мы раньше год назад прожили. И потихоньку экономика адаптируется, вложения новые финансовые сейчас идут, и потихонечку она стагнируется, и будет потихоньку инфляция падать. Ну, хотя бы какой-то позитив у нас есть в этом плане, дает надежду на то, что и курс доллара подзависнет, не будет так резко подниматься. Ну, короче, какие-то, скажем так, моменты на стабильность, надежды есть. С чем мы год заканчиваем, переходим в 2024. Но при этом с понедельника 25 декабря очень многие лекарства, ну, фактически вся фарма в стране дорожает на 25%. Это много, это сразу очень большой процент, 25% на все группы товаров и лекарств, медицины. Ну, в общем, все, что вы можете приобрести в аптеке, неважно, внутренний свой производитель рынок или это иностранный. Иностранные, естественно, не всегда уже дороже, потому что за доллар, за валюту возятся, курс растет. И палата фармацевтов недавно ССДЖ газета выпускала статью о том, что они говорят, что когда объявили за неделю до подорожания на 25% медикаментов, то, естественно, люди стали запасаться, скупать стандартные, либо тяжелые какие-то лекарства специальные, узкой направленности, либо стандартные, которые у каждого человека в аптечке, вот эти сегменты. И дошло до того, что в последние дни многих категорий товаров не было уже на складах, то есть скупили все в крупных городах Турции. И поставок, они же у нас всегда идут, изготавливаются с расчетом определенным. Запасов не было на эти лекарства, некий, скажем так, дефицит. Ну, естественно, сейчас 25 декабря стоимость повысится, покупать будут меньше, кто захотел, скажем так, затариться. Так как, знаете, туалетная бумага, гречка, вот эти наши все моменты закупились, и, соответственно, эти лекарства в ближайшее время, там, через пару недель опять появятся на полках. Их можно купить и достать, но довольно-таки проблематично, потому что у нас здесь в Турции с фармой вообще проблем нет. Турция один из крупнейших фармопроизводителей в Европу, и очень большую часть мира обеспечивает лекарства. Продолжим про медицину. В двух частных больницах в Турции это показательные рейды были. Задержали врачей, которые за 45 тысяч лир выдавали справки в военкоматы о том, что человек не может служить, негоден, придумали какие-то заболевания. На самом деле медицинские справки, которые помогали избежать призыва в армию. Почему это произошло показательно? Потому что нас дорожают налоги и на очень многое. В том числе у нас поднятие налогов на изготовление загранпаспорта. На днях тоже подорожает изготовление. Сейчас загранпаспорт на 10 лет в Турции стоит сделать примерно 5500 лир будет еще дороже. И многие скинулись все эти документы или что-то оформлять, пошлины какие-то оплачивать, потому что это будет подорожание. И вот по военной службе в Турции существует платная военная служба. То есть служба в Турции стандартно год вообще, но если ты хочешь избежать, можно официально заплатить в казну деньги и не ходить на службу, а один месяц провести в учебке в черте города. И этот месяц тебе засчитывается, как будто ты отслужил год. И вот тарифы с 1 января на вот эту оплату службы за деньги, они повышаются. 122 тысячи лир, а с января 1 будет 183 тысячи лир стоимость этого года, который у тебя государство, скажем так, не заберет из твоей жизни. Ты можешь продолжать работать. Для туристов с 1 января вступает у нас новый закон, очень самое интересное его будет проверить, в кафе, в ресторанах, пастане, пастане, ну кафе, десертные, в общем, в любых заведениях, где у нас есть общепит, в общем, питание, столовая и все что угодно, рестораны туда входят. Теперь будет правило с 1 января на входе в заведение должен быть лист с прайс ценами меню, то есть такое открытое, обязательное, и на столах заведения обязательные ценники, потому что и в провинциях, и в крупных городах, неважно, собственно, где, по разным причинам. Есть мошенничество, вы знаете, я об этом видео отдельно несколько лет назад рассказывала, что не называются цены в меню, нет фиксированных цен, потом тебе приносят боящий счет или включают в твой счет что-то ненужное, то, что ты не ел или не заказывал, рассчитывая на то, что ты не замечаешь это, оплатишь и так далее. Все такие махинации различные, и я думаю, вы видите часто, особенно в туристический сезон летний, что очень много аварий происходит, катастроф с автобусами туристическими, рейсовыми, межгородскими. Вообще в Турции очень хорошо распространено, очень хороший сервис имеют вот эти межгородские автобусы по стране, они очень комфортные, с фай-фаем, с интернетом. Там есть, кстати, став, есть стюарт в автобусе, который разливает напитки, дает воду, это все в билет, как правило, включено и так далее, еда какая-то, смотря время, сколько вы находитесь в пути. Здесь очень хорошие асфальтные дороги, о чем это располагает к себе. Но проблема в том, что очень много аварий бывает и очень много жертв, соответственно. Очень большая статистика, к сожалению, автокатастроф Турции, связанных с общественным транспортом, такими межгородскими автобусами. С 1 января вводят систему слежения, специальный компьютер будет, ну как бы не глонаск, но в общем это будет через спутниковое слежение за автобусом, но при этом будут отслеживать водителей на скорость движения, направление, регулировать можно будет этим органам скорость автобуса. Если он превышает, например, то сразу там в диспетчерской об этом объявляется, записывается либо нарушение, либо даже можно, скажем так, через интернет, через спутник заблокировать этот автобус. То есть для того, чтобы не повышали скорость, чтобы водитель, например, не уснул, не дал какой-то крен от маршрута, чтобы автобус не начал свариваться, с дороги съезжать и тому прочее. То есть будут вот такой тотальный, более серьезный контроль. Очень хорошо, все тоже здесь очень многие рады, потому что очень часто люди пользуются этим сервисом. Чаще порой удобнее съездить на автобусе из города в город, межгородской этот транспорт, нежели лететь на самолете. Это и дешевле, и сервис очень хороший, приятный дороге, как бы грех этим не воспользоваться. Но проблема в том, что многие водители перерабатывают, засыпают, скажем так, в этом плане халатно относятся к безопасности пассажиров в своей жизни, в том числе в погоне за деньгами. Они перерабатывают, не следят за своим здоровьем, поэтому попадают очень часто в аварии. Также у нас на этой неделе прошло награждение JQ, Человек года в Турции. Очень много разных номинаций было, самые лучшие актеры, самые лучшие телезвезды и вообще знаменитые люди. То есть люди, чем важна вот эта JQ номинация, как и во всем мире, в принципе, в Турции, имеет вес того, что это самые важные, значимые инфлюенсеры, которые имеют некую, назовем так, власть над людьми, которым прислушиваются, за которыми следуют. Это не просто у них есть подписчики, да, эти люди имеют некую весомость своего голоса, своих взглядов, и люди не просто за ними следуют, а прислушиваются к ним, да. Икона вообще Турции, икона года, это Бурако Сджевит, но это прям... И еще есть номинация, награда за вневременность Теоман получает, то есть это просто неугасающий человек, который каждый год его влияние все еще есть, оно только растет, и вообще просто неугасающая звезда, скажем так, всех времен и народов на протяжении долгого времени. Ну и напоследок расскажу то, что здесь огромные такие сплетни, вот сплетни, но я не нашла прям официальную статью в источниках, очень много было перепостов, но мне не удалось найти изначальный источник, кто это публиковал. Была такая шумиха светской хроники турецкой о том, что Роман Абрамович уже переезжает жить в Турцию, его лодка в Мармарисе припаркована, в Бодруме там, затем в Стамбуле он купил особняк огромный, переделывает его тут на днях, на неделе, был в ресторане в Стамбуле, и какую сумму за счет он оставил, что за счет он оставил там порядка там двух тысяч долларов на чаевые, дал еще больше в два раза, чем он оставил там, ну не помню точно, я вам напишу здесь эту информацию, там в районе восьмидесяти тысяч лир он потратил за счет, закрыл, а еще в два раза больше там сто восемьдесят тысяч лир оставил на чай. Сплетни какие? Ну что, ну сумасшедший богатый человек раскидывается деньгами, кичится, все только и рады, его рады ждать, то есть деньги не пахнут, естественно, и Абрамовича, конечно же, здесь рады видеть в лучших заведениях, отелях, ночных клубах и так далее, Стамбула, Бодрума, потому что душа, это вот чисто турецкий момент такой, здесь турки тоже такие богатые мультимиллиардеры турки есть, и они тоже так любят, это вот чисто восточные души жест, я бы назвала, потому что любят с большого плеча, большие чаевые, некие пафосы, этот, это прям чисто в менталитете турецком, в народе, да. Вот такие новости у нас в Турции, я думаю, что перед самым Новым Годом я выпущу еще заключительный выпуск этого года, посмотрим, что за недельку у нас произойдет, но всем желаю хорошего настроения, чтобы у вас всех все было хорошо, до новых встреч, в этом году еще с вами увидимся. Спасибо за внимание, жду обязательно ваших комментариев под видео для развития и поддержки канала. Скоро увидимся, всем пока!